МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот год нужно высаживать однолетники. При этом плюс в том, что можно в любой сезон менять сочетание красок и форм. Меньше внимания к себе требуют клумбы, где растут многолетники. Но тут важно подбирать постояльцев, исходя из метеоусловий своего участка. Например, по Владивостокскому шоссе на дачах, что расположены в верхней части сопок, могут расти теплолюбивые самшиты, а также кактусы-опунцы. Я знаю такие примеры, их несколько. А вот на равнинных дачных участках вдоль Комсомольской трассы или за мостом в еврейской автономии складывается и даже уже сложился жесткий микроклимат. Там свободно гуляет ветер, от этого мороз ощущается сильнее, и растения необходимо подбирать более жизнестойкие. Мы сделаем с вами парковый розарий. Зачем? Он, собственно говоря, на даче. Для того, чтобы, если у вас есть виноградник, переманить на розы вредителей виноградника. Вот сейчас мы с этого саженца убираем, освобождаем его корни. Для того, чтобы напоить земляной ком водой, он должен простоять в воде от двух часов, ну, лучше всего, ночь, ну, часов 12. Почему именно этот? Не всякий саженец мы с вами сейчас привезем на дачу. Объясню. У него, видите, не проснулось ни одной почки. Сейчас многие саженцы продаются, но у них уже лезут буквально почки. Те саженцы, у которых уже полезли какие-то почки, надо будет уже в домашних условиях высаживать в горшок и ставить на прохладный подоконник. А этот мы можем привезти на дачу. И мы вот этот ставим в емкость и заливаем, просто заливаем водой и оставляем в таком состоянии, в таком состоянии оставляем от двух часов до 12. Вся вода, которая у нас есть. Пусть напитывается. Ну, а сейчас мы бережем наше здоровье, надеваем шапку и идем на улицу. В теплице, надо сказать, очень жарко уже, прям припекает солнце. 21 в воздухе показывает термометр, но мы идем на улицу, потому что у нас есть чем заняться. Там продолжает быть избыток снега. Пойдемте. Вот на этих грядках, я, честно говоря, не помню, где у меня перезимовывает лук-порей. И так получилось, что я его не убрала осенью, не успела просто-напросто. Слава богу, что выпал снег, и это будет лук-порей, будет первой зеленью 2024 года. Его необходимо сохранить. Проблема в чем? Проблема в том, что снова все еще большой слой снега. 48 сантиметров сейчас в пригороде Хабаровска. Это грозит тому, что будет выпревать. Поэтому мы продолжаем бросать жмых и всякое черное, что можно бросить как можно дальше на грядке, для того, чтобы быстрее-быстрее уходил снег, испарялся. Ну и мы продолжаем набирать снег. В чем интересная особенность? Вот мы набрали, казалось бы, целую бочку. Но проблема заключается в том, что влагоемкости содержания воды в этом снеге буквально 56%. То есть целая бочка снега, ну, примерно половина, чуть больше половины этой бочки воды. Поэтому каждый раз приезжаем и дополняем. Это прямо необходимо. Продолжаем готовить к будущему сезону грядки. И сейчас необходимо раскислить нашу землю. Напоминаю, на Дальнем Востоке, в частности, в Хабаровском крае у нас суглинок, достаточно плотный. Это неплохая земля там. Она богата микроэлементами. И в том, что это хорошая земля, можно сказать в нашу пользу, что у нас самое большое количество номенклатурных названий самых разных растений. Больше, чем во всем бывшем Советском Союзе. У нас и в Приморье. У нас на юге Хабаровского края и Приморье. Но для традиционных сейчас сельхозкультур наша земля не очень подходит. Потому что они родом из, чаще всего, Америки, где земля либо слабо кислая, либо нейтральная, либо даже близка к щелочной. Соответственно, нам необходимо раскислить. Для этого очень активная эта пушонка, то есть это известь. И мы ее разбрасываем. Мы вносим вот эту самую пушонку примерно из расчета половины килограмма на метр квадратный. Эту процедуру лучше делать как минимум за неделю, за две до основного посева, там, тех же зеленых культур, для того, чтобы земля смогла среагировать. Вот в этих коробах я раскисляла раньше золой. Урожай вроде бы как неплохой был, но не такой сладкий, как в тех коробах, где известь была внесена в начале сезона. Конечно, в идеале необходимо перемешать известь с грунтом, но может так случиться, что грунт еще не оттаял. Но для быстрого реагирования желательно это сделать. Либо вы схалтурите чуть-чуть, облегчите себе задачу и будете, как и я, докладывать сюда все больше и больше земли по мере того, как вы будете сюда ее приносить или привозить. И известь в итоге будет хорошо влиять на иммунитет большинства сельхозрастений, известных нам. И считается, что это связано и с сахаристостью непосредственно самих плодов. А еще известь повлияет на структуру самой почвы. Будет меньше в итоге глины, потому что она будет структурироваться и превращаться в плодородный слой. Единственная культура, под которую тут же сразу не вносится известь, напоминаю, это картофель. Потому что картофель будет болеть. Под картофель мы как раз непосредственно перед посадкой будем носить залу или доломитовую муку, а известь под все остальные культуры, особенно под капусту. Любые растения на участке способны создать красивый интерьер участка, потому что участок мы должны воспринимать как комнату, которую мы непосредственно создаем. И поэтому мы тут снова продолжаем сеять. Сюда мы известь не вносим, потому что мы вносили известь сюда в прошлом сезоне. И вот этого запаса извести хватит примерно лет на пять, чтобы не переборщить. Сюда мы снова посеем редис, смельчак, потому что у нас должны быть такие посадки, чтобы чередовался урожай, и мы постоянно были с вкусным редисом. Все еще он должен быть вкусным. Несмотря на то, что уже припекает, достаточно в теплице, напоминаю, плюс 21, и нам приходится снимать головные уборы и шарфы. Все еще достаточно прохладно, я думаю, в земле, но мы не можем узнать, сколько именно температура, потому что термометр сошел, земляной термометр сошел с ума, а у него вдруг наземная часть припеклась и там подскочили показатели градусника, но при этом у нас есть сомнения в его показаниях, потому что здесь еще скованы льдом. И поэтому мы вносим вермикулит и снова присыпем сухой землей на сантиметр высоты. Есть еще несколько идей, что можно сейчас посеять. Укроп хорошо растет при световом дне и когда они на солнце, то есть вполне ему будет удобно. Первой нашей зеленью и в мае мы уже это съедим. Укроп, это зелень, будем срезать ее пачками, поэтому сейчас мы не сильно беспокоимся о расстоянии. Следующее. Я предлагаю посеять салат листовой. Салат, он даже так и называется, парниковый, для того, чтобы было удобно выращивать непосредственно в теплице. Он будет очень изумителен. В мае, когда вы будете заворачивать в него кусочек как раз мясца, и я предлагаю посеять рукаву. История этой травки-муравки следующая. Ее нашли в Италии во время дичайшего голода в Европе и с тех пор она очень-очень популярна и даже какое-то время, напомню, была у нас достаточно дорогая травка. Она как раз тоже любит, чтобы у нее было много воды. Ее часто-часто собирали, не давали ей перерастать и сильно большой температуры она не любит. Поэтому она прекрасна по своим характеристикам для именно раннего посева. Почему мы будем сеять не перпендикулярно, а параллельно морковь? Просто потому, что морковь как раз и будет из той оперы, которая в хорошем качестве себя отдаст в середине лета. Это морковь, которая посеяна именно вот в конце зимы, в начале весны, календарных. И мы сюда, не стесняясь, бросим наши семена. В следующий раз мы посеем свеклу, и я объясню, почему именно вот в этот участок теплицы нужно будет сеять свеклу. Красивую, прекрасивую свеклу. Моркови очень важно, чтобы земля была рыхлая, поэтому мы добавляем разрыхлитель в виде вермикулита. Напоминаю, что у нас суглинок, и вот что-что, а разрыхлителя много не бывает. Сезон идет, условия меняются, и у нас уже достаточно сильно оттаяла земля. И у нашей морковки уже может не быть воды. Нам нужно, чтобы она хорошо-хорошо взошла. Для этого мы будем ее поливать, ну, каким образом, а с помощью того снега, который у нас есть за бортом. Пойдемте, наберем снега. Нам все равно необходимо убирать снег, уменьшать его количество на участке, поэтому, опять же, мы набираем снег от теплицы, отгребаем его, чтобы в теплице быстрее создавались оптимальные условия. И я предлагаю полить и наши прошлые посадки, потому что у них тоже уже оттаяла земля, и они уже требуют воды. Цветы на даче это не только лишь однолетники, но и многолетники, в том числе кустарники, плодовые кустарники. Вот у меня вишня. В прошлом году я получила сюрприз от мышей. Дело в том, что они мне сгрызли нижние ветки. Как мы будем с ними бороться? А мы будем обходить кустарники и лучше еще садовые, плодовые деревья, для того, чтобы сломать ходы у мышей, и они не грызли, не сидели. Вот тут они грызли мои чудесные веточки. А то был большой, прибольшой куст вишни, а теперь вот где тут собирать вишню? Надо дать ей условия. Поэтому мы вот тут вот так ломаем. рядом с этой вишней у меня находится розарий. И как раз, напомню, мы купили нового туда питомца. И сейчас мы пойдем ее и спрячем на участке. Розу мы будем прятать в самом тенистом месте. Мы сейчас откопаем для нее комнатку. буквально чтобы она здесь полежала до ну опять же до мая. В тенистой части участка за теплицей здесь солнца меньше всего сейчас. Здесь позже всего нарастает снег. И именно здесь наша роза по правилам должна сохраниться. Но опять же есть угроза мышей. И против них или для них мы создадим тоже пару сюрпризов. Вот наша роза. Мы пока ее поставим сюда. Вот шерсть от Цезаря третьего Бонифация. Это все один и тот же кот. Вот. Если они вдруг мыши не поймут, что кот дома это из теплицы мумифицирующие неиспользованные таблетки и мы сюда положим нашу положим нашу насытившуюся. И все. И завернем и положим небосредственно. Можно, конечно, наверное, и не заворачивать, но я пока рискну так, потому что у нас не сильно, чтобы прям напиталась ком и мы для сохранения влажности бросим. И теперь слоями потихонечку мы закидываем непосредственно розу. Так можно поступить только с розами, у которых не проросли почки. В принципе, так же закапываются и черенки на прививки также сохраняются до майских дней, когда их можно уже будет применить. Напомню про прививки. Их делают примерно до 9 числа, 9 мая. Дата 9 мая связана опять же с хабаровским климатом. Чаще всего после Дня Победы в пригороде краевого центра распускаются почки на плодовых деревьев. И с этого момента прививки уже хуже срастаются. А нам нужны успехи на грядках. И мы всегда все сделаем вовремя. Не в этом, так в следующем сезоне. Увидимся! Мечтаете о цветущем саде? Вам нужен ЦИОН. ЦИОН даст вашим любимым растениям сбалансированное питание в нужный момент в необходимом количестве и без лишних хлопот. ЦИОН способствует длительному и обильному цветению многолетних цветов и легкой адаптации рассады на новом месте. Натурально, заботой о природе. ЦИОН. Для рассады только он.